Привет, друзья! В этом уроке мы с вами рассмотрим загрузку прошивки во флешку на Цинке. Тема косвенно связана со FPGA, но важна, так как PLIS не умеет хранить прошивку, и её нужно загружать с внешнего устройства. Использовать мы будем плату EndMiner S9, и на ней есть флешка на 260 мегабайт. Всего есть несколько способов загрузить прошивку. Первый способ – это средствами Vivada и SDK через программатор. Второй – это смонтировать флешку на Linux и там уже записывать, считывать. Третий способ – это написать своё стендалон-приложение. Это мы не будем рассматривать и подходит больше для чистой PLIS, где ставится MicroBlaze. И четвёртый вариант – это специальный программатор флешек, в который вставляешь чип, и уже с помощью него можно считывать и писать. Рассмотрим первые два варианта. Допустим, мы сгенерировали Bitstream и хотим зашить во флешку, чтобы она загружилась при запуске. Для этого делаем экспорт-хардвер и запускаем SDK. Тут создаём FSBL, как мы уже неоднократно делали вот в этих уроках. И создаём BootBin. Правой кнопкой мыши нажимаем на проект и здесь выбираем Create Boot Image. Оставляем всё как есть, то есть сначала загрузится FSBL, а потом Bitstream. И нажимаем Create Image. Далее нажимаем на значок Program Flash и появляется окошко с настройками. Сначала подключим JTAG и затем выберем PLIS в строчке Device. Затем укажем BootBin в Image File. В поле Flash Type нужно выбрать, какая у нас флешка. Чтобы это определить, зайдём в схематика и загуглим название флешки. Выбираем Datasheet и здесь смотрим расшифровку названия. Нам нужно поле Device Wits. И в нашем случае это 8 бит. Возвращаемся в SDK и выбираем NAND 8. FSBL файл подцепляется сам. После чего нажимаем Program. Начинается запись прошивки во флешку. Внизу в логе отображается прогресс записи. После заливки флешки остаётся переключить джамперы на плате. В режим загрузки флешки. И всё. Теперь PLIS загружается с флешки при включении. Итак, с BeStream'ом всё максимально просто. Теперь загрузим Linux. Заранее подготовим UBoot ядро Device 3 и RootFS. Как сгенерить эти файлы я показывал в ранее уже упомянутых видео. Эти файлы я также выложу на GitHub. В качестве RootFS возьмём уже готовый прибилд образ BuildRoot, который весит около 5 мегабайт. Его можно скачать с вики и затем запаковать в образ. Значит схема следующая. FSBL, BitStream и UBoot загружаются подряд. Затем в UBoot по очереди заранее заданного смещения загрузим ядро Device 3 и RootFS. Зайдём в SDK и снова откроем меню сборки Boot Pin. Нажимаем Create Boot Image. Добавим сразу туда UBoot Elf. Теперь нам нужно записать ядро Linux по смещению. Для этого рассчитываем сколько весит FSBL BitStream и UBoot вместе. Для удобства я буду переводить в Hex и записывать значение файлика. FSBL ELf файл лежит в папке Debug и обычно весит меньше половины мегабайта. BitStream файл можно найти в папке System Wrapper Hardware Platform. И его размер уже зависит от RTL логики. Далее смотрим размер в Boot Elf. Сложим все размеры и округлим до ближайшего значения. Это и будет смещение, то есть адрес, по которому будет записано ядро. Также записываем размер ядра в табличку, так как его нужно указать будет при считывании в UBoot. Для следующего файла, то есть девайс 3, смещение рассчитывается как предыдущее смещение плюс размер файла. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Идите за минуту. Продолжение следует... Теперь в SDK добавляем файлы. Начнем с UIMAGE, укажем файл и в поле UFSET скопируем смещение. Добавим по аналогии остальные файлы. После добавления всех файлов нажимаем на CREATE IMAGE. Теперь зальем bootbin во флешку, как я ранее показывал. Итоговый размер получится около 13 мегабайт и заливается столько примерно 5 минут. Итак, после заливки открываем UART и запускаем плату. Загружается UBUT и теперь нам нужно выгрузить ядро DEVICE 3 ROOTFS в оперативку. Посмотрим, как мы это делали при загрузке с SD карточки. Скопируем команду из гайда для 10 урока. Там мы использовали команду FATLOAD MMC, а для загрузки с NAT используем команду READ NAND. И тут в качестве аргумента пишем адрес в оперативке. Далее смещение и размер файла. Проделываем то же самое для DEVICE 3 и ROOTFS. Теперь подготовим команду запуска BOOT. Указываем подряд адреса ядра, ROOTFS и DEVICE 3. Итак, команды есть, вставляем их в терминал. После команды BOOTM начинается загрузка ядра. Видим то, что Linux успешно загрузился. Посмотрим версию BILD ROOT. Чтобы каждый раз эти команды не вводить в UBOOT, надо их сохранить. Для этого можно сделать save и env, но у меня выдает ошибку записи, поэтому я добавлю команды в дефолтные переменные в UBOOT. Заходим в директорию UBOOT, тут папка include и в ней configs. Здесь ищем файл bitmain.h и вставляем команду по аналогии с загрузкой с sd-карты. Итак, загрузка Linux разобрались. Теперь я покажу, как записывать флешку из VVAD. Открываем Hardware Manager, подключаем цинк по G-Tago. Здесь правой кнопкой мыши нажимаем на Please. Выбираем Add Configuration Memory Device. Открывается меню, в котором нужно выбрать флешку. Для этого смотрим в названии размерность, это 2 гигабита, и размерность шины. Выбираем микроновскую флешку. Теперь появляется флешка при подключении Please. Щелкаем правой кнопкой мыши по флешке и видим, что недоступна функция считывания. Эта функция недоступна для цинк. Для остальных семейств можно считать обратно прошивку. Теперь нажимаем Program Configuration Memory Device. И в открывшееся меню выбираем Boot Bin и FSBL. Убираем галочку с Verify и нажимаем ОК. Пошла загрузка прошивки. Таким образом можно залить прошивку во флешку через Vivada. В этих двух способах нельзя считать флешку, и сейчас я покажу, как это можно сделать по-другому. Основная идея в том, чтобы смонтировать флешку как устройство в Linux. Но есть нюанс. В Device 3 должно быть описание ноды контроллера флешки. В то время как генератор Device 3 создает ноду самой флешки. И поэтому флешка может не определяться. Слева я показываю рабочий вариант, а справа нерабочий. И также при объявлении экземпляров нодов нужно создавать сначала контроллер, а в нем уже NAND. Все эти варианты я выложу на GitHub. Запускаем Linux с правильным Device 3. Выведем список устройств, и должно появиться устройство DevMTD0. Считать и записать можно разными утилитами. Я воспользуюсь утилитой MTD Utils. И считаю флешку командой NAND DUMB. Записать во флешку можно командой NAND RIDE. Для проверки можно сравнить считанный файл с бинарником BOOTBIN. Для проверки воспользуемся утилитой HEXDUMB. Сравним начало файла BOOTBIN и скачанного файла из флешки. Таким образом можно также считывать и записывать на флешку. В любом случае нужно иметь либо JTAC, либо SD-карт. Вариант со стендалом приложением лучше рассматривать на чистой плейсе с MicroBlaze. И наверное когда-нибудь это рассмотрим. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.